Музыка Музыка Основываясь на реализованном к началу 30-х годов плане ГАЭУРО, в Кировском крае была создана энергосистема. На ее базе развивались промышленность, транспорт, сельское хозяйство, наука и культура. Создать энергосистему можно было только опираясь на принципиальное политическое решение. Энергетика должна развиваться опережающими темпами по отношению к другим отраслям. Следуя плану ГАЭУРО в 1926-1927 годах, для использования совокупной мощности всех энергообъектов Вятки было принято концептуальное решение. Организация параллельной работы с единым диспетчерским управлением наиболее крупных электростанций города. Центральная электростанция стала именоваться городской электростанцией номер один. В 1935 году на этом месте ничего не было. Вот это вот, конец-то там подстанция была. Вот это я строю. Но поэтапное выполнение стремительных планов ГАЭУРО на Вятке было прервано. Началась война. С начала Великой Отечественной войны резко возросли потребности в электроэнергии. В город Киров и область были эвакуированы 117 фабрик и заводов. Электрические нагрузки предприятий области в 1942 году увеличились в два раза. С 19 до 40 тысяч киловатт. Не хватало энергетических мощностей, топлива, грамотных руководящих кадров. Топливная база энергосистемы была крайне неэффективна. В полной мере топливом не могли обеспечить даже существующие крупные электростанции. Постановлением Государственного комитета обороны от 9 января 1943 года за номером 74 Кировский энергокомбинат реорганизовать в Кировское районное энергетическое управление Кировэнерго. Приказ номер 20 от 13 февраля 1943 года по энергокомбинату. Самой сложной и тяжелой проблемой на протяжении всей войны была проблема с топливом. Были девочки, тогда им 14-15 лет было, они ходили, разгружали дрова, вот понимаете, нет. Труд был тяжелейший, тяжелейший. И вот когда здесь торфа нет, значит вот был склад, привезут вот в любое время, бревна какие. Ходили девочки вот эти, выгружали. Победа ковалась нелегким трудом. На одного человека приходилось менее полутора квадратных метров жилья. На ТЭЦ-1 рабочие спали в коридорах станции. На ТЭЦ-3 были случаи заболевания дистрофией. Но Кировскую энергетику надо было развивать. Таково было требование военного времени. И люди работали, совершая ежедневный подвиг. Надо как-то жить, придешь в столовую, муж возьмет, там ее двойная порция была. И вот я приду, унесу домой, за ребенка на конец. Мало, плохо, трудно очень было. Слезу вышибает. Многие из будущих энергетиков прошли через фронт. Это были особые люди. Представляете себе последний день войны. Прилетает самолет, а я был запускным станком. А станка не видно. И весь вирязь в кровище за хвостовое перейдение. Мы ему вытащили из кабины. Ему попал осколок вот сюда. В общем, мы его положили на траву. У него, значит, кровь вот так, это вот тросется вот так, живая. Я его собрал вот так в гости. И думаю, куда ее положить там на землю? Она живая. Господи. И он еще, еще тоже как бы живой. Но это тяжело. Несмотря ни на что, за годы войны общий объем централизованной выработки электроэнергии, как и технико-экономические показатели всей энергосистемы, значительно увеличились. В послевоенной стране была разруха и голод. Но надо было как-то жить. И работать дальше. Когда я пришел на ТЭЦ, меня сразу начали ремонтировать реле. Я пришел в 48-м году. Еще котлы были на дровах. Дрова возили вагонетками лошади. Дрова надо было пилить и колоть. Вот эти колуны механические, они, значит, кололи. А это все-таки была, понимаете, работа. И я понимал, что это нужная работа. Вот когда я начал учиться, я понял, что ТЭЦ это не как-нибудь. А это то, что очень нужно людям. Фронтовики – особые люди. Они знают цену мирной жизни. Они умеют идти к победе, военной или трудовой. Они, как никто другой, ценят в человеке человеческое. У каждого в семье был кто-то. Или уже убит, или ранен он был. Мы, собственно говоря, делали все для того, чтобы на фронте было легко. Мы голодовали здесь, но мы оставали все, чтобы там было все нормально. В прошлом Юрий Николаевич – директор ТЭЦ-3. Через всю жизнь он пронес уважение и любовь к своему коллективу. И сейчас с гордостью вспоминает своих коллег. Не знаю, вот если бы я недоволен был коллективом, может быть, я бы и столько не работал. Народ до сих пор меня помнит. Вон, видите, ходят, здороваются все. В городе кто-то даже целуют. Значит, в ТЭЦ-3. Ой, Юрий Николаевич. Но как такой коллектив было не любить? Мы работали, честное слово, вот так. Коллектив у нас вот в последнее время был отличный. Очень хорошо это все было. Все работники были хорошие, внимательные. Я гордилась им. И они тоже меня уважали. Без того самоотверженного труда наших ветеранов, наших фронтовиков, невозможны были бы успехи веско-энергетические, надежная работа наших электростанций. Вот сегодня, в данный момент. Уважаемые фронтовики, ветераны и труженики тыла, сердечно поздравляю вас с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Примите самые искренние слова благодарности за ваши великие дела, не сгибаемую волю, терпение и стойкость. За то, что в нелегкое для страны время вы отстояли независимость нашей Родины. Низкий поклон от нас за все то, что вы для нас сделали. Ветераны войны, ветераны труда, скромные люди. Ни один из них не сказал ни слова про свои достижения. Ни один не обмовился о своих успехах и наградах. Видимо, скромность и великодушие – это еще одна отличительная особенность людей того времени, наших ветеранов. Урок, который они преподают нашему поколению не словом, а делом, как и привыкли. Давайте же ценить эти моменты и учиться, учиться, пока не поздно. 9 мая – самый светлый, самый величественный праздник в нашей стране. Праздник, объединяющий все поколения нашего общества. От имени всего Киров Энерго поздравляю вас с юбилеем Великой Победы. От всего сердца желаю вам долголетия, благополучия, мирного неба над головой. Низкий вам ценовний поклон, дорогие наши ветераны. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok